МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Я вас жду, жду первых зрителей. Так, есть. Давайте скажем друг другу привет. Супер! Ой, вижу, знакомые лица. Хорошо. Тогда сразу же начинаем, не будем отходить далеко от кассы. С чего мы начнем? Тема нашей сегодняшней встречи – это почему мой ребенок не хочет читать и что с этим делать. Но прежде чем я сейчас немножко о себе расскажу для тех, кто меня не знает, я попрошу вас написать возраст ребенка и язык, на котором он обучается. То есть язык, на котором он читает. И, пожалуйста, напишите проблему, с которой вы сегодня пришли на этот эфир. Напомню, что у нас будет такой проходить дискуссионный эфир, поэтому обязательно делитесь своим мнением, потому что я знаю, что будет много преподавателей, я знаю, что будет много мам, которые знают уже такие вот секретики, поэтому мы сможем быть обоюдно друг другу полезны. Поэтому не стесняйтесь, делитесь, и я жду ваши комментарии. Значит, о себе, да, два слова. Меня зовут Светлана Соловей, я тренер по развитию памяти, внимания и скорочтению. Из таких моих успехов скажу, что я автор онлайн-курса по таблице умножения за три часа, потому что, как вы знаете, сейчас еще для младшего возраста есть определенная настороженность, как все-таки можно заниматься онлайн. И я знаю, что мой курс, он успешно проходит сейчас онлайн, его успешно осваивают очень много учеников, поэтому мы идем вперед в будущее, онлайна бояться не нужно. И еще один мой онлайн-курс для детей, это «Хочу учиться», да, 21-дневная программа по подготовке к школе. Но так вот, почему скорочтение? Ну, вообще все, чем я занимаюсь, это вот те мои боли из детства. Я сразу признаюсь, что в детстве я ненавидела читать, категорически ненавидела читать, супер, вижу комментарии. Ненавидела читать по одной простой причине. Ну, во-первых, у меня получалось это не очень хорошо, а во-вторых, у меня была мама. Она и есть, слава богу, и она очень умная женщина. И она в своем детстве читала очень много. И ее раздражал тот факт, что я не такая, как она. И благодаря вашим комментариям, которые мне присылали до эфира, вы писали о том, что, вот многие писали о том, что, вот почему я там столько книг в детстве перечитала, почему у ребенка совершенно сейчас нет желания это делать. То есть, наверное, это тот вот один из ключевых моментов, который просто меня сломил. И мне было сложно себя перебороть. Но если ты уже такая умная, я все равно тебя никогда не догоню. Почему я вам это говорю? Потому что никто из нас не любит сравнений. Мы очень часто сравниваем себя с другими людьми. Мы очень часто сравниваем своих детей с кем-то более успешным. И просто забиваем какой-то очередной гвоздь, в общем-то, в крышку их неудач. Поэтому ребенка нужно сравнивать всегда только с ним самим, с его предыдущими результатами и хвалить его за его старания и его успехи. Так, вижу комментарий. Спасибо. Пишем дальше. Хорошо. И у меня к вам вот такой следующий вопрос. Мы все решили, что, ну, как бы группы у нас, да, разделились. Есть часть детей, которые хорошо читают, но они не хотят читать. Есть часть детей, которые читают и тоже не хотят читать. И не собираются, то есть, себя преодолевать и ставить этот навык на такие классные рельсы. Сразу скажу, как у нас сегодня будет построен вебинар. Потому что не всем нужно будет сидеть до конца. Вот сразу говорю, то есть, для большинства, наверное, будет первая тема. Интересно, как же все-таки замотивировать ребенка читать. А вторая часть вебинара будет посвящена именно проблемным детям, которые просто вот не могут, не могут читать быстро. У них есть проблемы. И я постараюсь вам сегодня хотя бы намекнуть, да, как можно эти проблемы решить. И последняя часть будет завершающая, потому что я вам буду предлагать свой курс скорочтения для детей. Ну уж извините. Проблема должна быть решена и она не решается простыми советами. Ориентируйтесь где-то так минут на 60-75. Я постараюсь по максимуму ответить на ваши вопросы. Если комментируем, прям когда они появляются. Если что-то останется без ответа, я обязательно вам потом отвечу лично. Ну и мы продолжаем нашу работу. И такой вот вам вопрос сразу. Как вы думаете, это очень важный вопрос, поэтому напишите все, почему ребенок должен хотеть или любить читать? Потому что мы же хотим, чтобы он вот с запоем читал. Почему? Как вы думаете? Я подожду немножечко. Ставят, но не пересказывай. Да, Наталья, значит, сегодня по пересказам чуть-чуть приоткрою завесу, но сразу скажу, что по пересказам это очень большая тема. И я буду делать еще дополнительно вебинар и дополнительно целый курс именно по пересказам. Потому что не все так просто, как хотелось бы. Но я думаю, что вы сегодня найдете некоторые элементы, которые позволят вам подтолкнуть ребенка к пересказу. Я жду. Пишите, пожалуйста, почему, как вы считаете, ребенок должен хотеть читать? Ну, то, что он не хочет, то понятно, там ему лень, почему именно должен хотеть. Супер! Развивать мышление. Да, есть такое дело. Еще. Су-комментарии. Для развития, да. Давайте буду вам немножко помогать. Действительно, чтение развивает мышление. Чтение развивает наш кругозор. Чтение для школьника. Чем важно? То, что он учится говорить красиво. То есть у него пополняется словарный запас. Чтение важно для того, чтобы учиться критическому мышлению. Не верить всему тому, что показывают на экранах, а искать свое собственное мнение и искать его именно в книгах. Чтобы познавать мир, есть, да, воспитывать себя как личность. Супер! То есть, в принципе, мы как родители и как преподаватели, да, вот мы все сформулировали правильно. Но не кажется ли вам, что это немного абстрактные понятия для ребенка? То есть, он не понимает, ну, что он умышление, что это такое, когда она будет сформирована. То есть, мы ему можем, оперируя этими понятиями, доказывать, что ему нужно читать, но он этого не принимает, потому что он не видит результата сразу же. То есть, хочу вам привести такой пример. Напишите, кто знает этот термин гидропоника. Пример в следующем. Вот смотрите, допустим, где-то вот лет через 20, ну, вы знаете уже, да, что некоторых профессий просто не будет существовать. Может так случиться, мы же не знаем, что будет. Может так случиться, что мы вообще переселимся на Марс, и нам придется выращивать там растения, дабы проживать. То есть, если я вам сейчас даю эту информацию и говорю, что нам необходимо изучать, как, в общем-то, обрабатывать растения и как их выращивать без воды, без почвы, прошу прощения. Вот гидропоника, это именно та наука, которая позволяет вырастить растения без почвы. И что, вы сейчас все бросите и пойдете изучать эту науку? Конечно же, нет, потому что всегда, всегда мы читаем для того, чтобы получить, ну, вот, получить вопросы на свои, вернее, ответы на свои вопросы. То есть, у нас всегда есть цель. Мы читаем, либо если у нас что-то болит, нам нужно срочно решить, да, какую-то проблему. Мы читаем для того, чтобы зарабатывать больше. Мы читаем, чтобы получить эстетическое удовольствие. Но дети, дети, у них еще нет вот этих, таких мотивов, да, глобальных. Поэтому взрослый себя может заставить легче. А что для ребенка может быть послужить мотивом, вот, чтобы он взялся за книгу? Там, я читаю, словарный запас, уметь размышлять, речь, мышление. Что ребенку, как вы думаете? Как я вам говорила, что у нас дискуссия, да, то есть, мы можем размышлять на эту тему очень смело. И что может, по моему мнению, помочь ребенку и из моего опыта? Это показывает то, что ему нужно предлагать книгу, которая соответствует хотя бы той ситуации, в которой он сейчас находится. То есть, по сути, это будет книга, которая решает его проблему. То есть, либо же это будет книга, в которой есть персонаж, который на него похож, либо он находится в такой же ситуации. И вот, когда ребенок будет чувствовать эту взаимосвязь, он сможет легко сделать выводы, и ему, естественно, будет интересно читать эту книгу. Ну, это как один из вариантов, я вам предлагаю. Давайте из примеров разберем, опять же, все на собственном опыте. Как-то было дело, мы идем с сыном на стоянку. Ну, вот мы заходим на стоянку, там стоят где-то около сотни машин, и он говорит, ну, у нас, конечно, не самая лучшая машина, что-то она у нас уже такая, ну, как бы старенькая. Ну, любой бы родитель, наверное, на это обиделся и сказал бы, там, что ты в жизни понимаешь, ты попробуй пойди за работой. Я немножко решила поступить по-другому. Я говорю, ты знаешь, в моем детстве мне было такой одной очень хорошей книги про Киру и песок на имя Мани. То есть, пес по имени Мани. И вот ты знаешь, в этой книге описывается то, как девочка 11 лет решила финансовые проблемы своих родителей. И, то есть, она просто использовала советы взрослых, она использовала советы своих друзей. И она смогла купить потом себе вот то, что она хотела, ноутбук новый, отложить деньги на учебу. То есть, у ребенка в голове закралась мысль, ага, значит, есть ситуация, есть люди, которые ее уже решили. И люди это, в принципе, приблизительно того же возраста. И вы знаете, мы успешно прочитали эту книгу, и он сделал выводы, да, уже себе вот такую зарубинку на будущее, что нужно заниматься финансированием, что нужно грамотно разбираться в числах, ну, естественно, что нужно много читать. Да, мотив любопытства, совершенно верно. То есть, нужно поймать эту ситуацию и вот вовремя подать ему эту книгу. Опять же, любопытство. Допустим, ну, вот есть проблема, ребенок чего-то боится, например, боится темноты. Да, и есть такая прекрасная книга, называется «Волшебная боюська». Там, где дети такого же возраста оказываются в подобных ситуациях, и как они прекрасно из них выходят, из этих ситуаций. Или же, когда ребенок боится допустить ошибку, да, вот очень часто сейчас дети хотят, чтобы вот с первого раза все получилось. То есть, прекрасная книга тоже называется «Полезная хочуха». Она мне удачно попала в свое время, то есть, когда, прекрасно тоже, вот такая там есть повесть о мальчике и крендельках. То есть, когда ребенок делал, делал, пек очень вкусные крендельки, но они были некрасивы, потому что его маленькие ручки не могли еще сделать это хорошо. И то, что он хотел бросить, его раздражало это, да, но когда он встретил то, что людям, другим нравятся они на вкус, вот что действительно он делает что-то уникальное, и он старается, то впоследствии этот мальчик просто начал совершенствовать свой навык и, естественно, потом стал пекарем. То есть, о том, чтобы не бросать, не бояться. И, ну, то есть, очень много сейчас таких книг, которые могут помочь ребенку в данный конкретный момент. Просто родителю со своей стороны, ну, наверное, есть такая необходимость, да, изучать заранее, что есть сейчас. Просто поймите, школьная литература, она не совсем, ну, то, что они проходят по программе, она уже, если честно, немножко морально устарела все. То есть, сейчас уже другие ценности у детей. То, что мы предлагаем читать, то, что читали в нашем детстве, точно так же, ну, уже это не то. То есть, хочется читать о современных детях, хочется читать о том, как действовать именно в данной ситуации. Поэтому постарайтесь, вот, изучать, что есть на рынке, спрашивайте совета у своих знакомых для того, чтобы вовремя, вот, да, именно в тот момент подобрать книгу, посоветовать ребенку, и вы увидите, насколько он легко ее воспримет. Напишите, пожалуйста, насколько был полезен этот совет для вас. Насколько был полезен этот совет для вас. Ну, и следующее, да, к чему бы я хотела перейти, по поводу быстро читающих детей, уже все в порядке с техникой чтения, но не хочет читать сам, то есть, наотрез отказывается это делать. Хорошо, напишу, Галина, авторов книг, обязательно. Наотрез отказывается, да, то есть, я назвала этот совет, что мы рано радуемся, просто рано радуемся. Опять же, жизненная ситуация. Понимаете, вот, ребенок только научился читать, то есть, навык у него еще не отшлифован, и мы его уже пытаемся отделить от себя, усадить с книгой на читай, на познавай мир. Ну, ладно, там мы ему объяснили, хорошо, даже удачную книгу подобрали, в принципе, интерес есть. Но ребенок не может эту книгу прочитать и отказывается по одной простой причине, потому что у него недостаточно словарного запаса. То есть, в тексте встречаются слова, которые он не понимает. И да, он будет их читать, но в какой-то момент он сбивается, теряется вся логика изложения, и он просто перестает, ну, он теряет интерес к этой книге, потому что он не понимает из жизни, да. Вот тоже мы перед тем, как был этот эфир, столько переписывались с вами, и вот одна из книг, да, лидер, который сейчас есть среди вот такого младшего школьного возраста, это банда пиратов, да, серия книг очень яркая, красочная, прекрасно оформленная, такими алмазами детям просто нравится даже держать ее в руках. И вся серия это 8 книг. 8 книг мы прочитали, и осталась одна книга. Я понимаю, что какое-то время прошло уже, и он не берется читать эту книгу. Я его попросила, говорю, пожалуйста, прочитай книгу, ну, вот завтра хочу, например, то есть, да, такая тоже небольшая хитрость, мне, говорю, будет завтра эфир, я хочу рассказать вот именно о той части, последней, которая осталась. То есть, я не успеваю, поделись своим мнением, прочитай. И тут я слышу о том, что мне скучно. И у меня такое удивление, я говорю, ну, как тебе может быть скучно? Мы прочитали все книги, и ты нашел своего персонажа. Ты нашел человека, с которым ты себя, героя, да, с которым ты себя ассоциируешь. Причем этот герой тоже очень любит читать, он любит помогать другим, и всегда находить ответы на вопросы. Как же тебе может быть скучно? И потом вот я проанализировала ситуацию, и до меня дошло, потому что раньше мы читали вместе. То есть, он мне читал, я лежала рядом и слушала его. И получается, что мы очень часто останавливались для того, чтобы разобрать слова определенные. Да, там барышня, опять же, дети не знают, что такое барышня, потому что это современные дети. И я поняла одно, что он боится браться за эту книгу, потому что у него будут встречаться слова, которые он не поймет. И он будет просто продолжать читать, но у него не будет логики, не будет теряться интерес. Поэтому из этой ситуации вышло следующим образом. Он все-таки прочитал ее сам. И я говорю, смотри, я сижу рядом, вот я рядом сижу, ты читаешь, но мне нужно работать. То есть, я занят. Пожалуйста, если у тебя будут вопросы, ты сразу же, то есть, непонятное слово, ты сразу же, пожалуйста, спрашивай. И я вам хочу сказать, что эту книгу он прочитал за 25 минут. Я еще думаю, так, интересно. Естественно, эту книгу, ну, после каждого прочтения у нас идет дискуссия, обсуждение. Кто-то называет это пересказом. Но пересказ, это не совсем правильно есть для ребенка, потому что от слова пересказ, он начинает впадать в определенный ступор и хочет, ну, он понимает, что это должна быть структура. То есть, это от а до я должно быть все пересказано. А он не готов еще к этому. Поэтому следующим этапом у нас всегда идет обсуждение. То есть, это наводящие вопросы. Да, вот Наталья, вы спрашивали по пересказам. То, что вы читаете, обязательно нужно обсуждать с ребенком. Но не так, что, да, вот расскажи мне, а кто был главный герой? А кто тебе понравился? Почему он так поступил? Как ты считаешь, что нужно было сделать по-другому? И у ребенка, да, пусть это обрывками начинают всплывать какие-то ситуации, истории, но он говорит. А для нас самое главное, что говорение, это тем, что ребенок делится своими мыслями. И еще один пункт, который я хочу вам сегодня презентовать, то есть, это дать ребенку шанс поверить в то, что он тоже умный, грамотный человек, что он интересный человек, что ему всегда есть чем поделиться. И я никогда не стесняюсь говорить, что я чего-то не знаю. Потому что если я скажу, что я знаю, при этом я не буду знать. То есть, мы из этой ситуации никогда не выкрутимся. И когда я действительно не знаю, я говорю, нет, я не знаю, но давай мы это найдем. И вот это стимулирует его к поиску. Пусть это даже будет гаджет. Я думаю, что мы все равно рано или поздно сегодня затронем тему гаджетов. Пусть это будет гаджет. Но, тем не менее, он будет им пользоваться правильно. И он будет искать ответ на свой вопрос. Напишите, пожалуйста. Было ли это для вас полезно? То есть, не переживайте, если ребенок не может пересказать вот прям все красиво и лаконично. Нужно набраться терпения. Нужно ему помочь. Нужно задавать вопросы. Причем, такие вопросы я не поняла. Объясню мне еще раз. Чтобы он сам находил причинно-следственные связи. И чтобы он действительно с вами делился. Ну, и по-взрослому. Тоже по поводу интереса. Интереса книгам. Я столкнулась с тем, что не все детские книги детям интересны. И, допустим, мой сын конкретно, он вообще не хочет читать сказки. Ну, не интересуют они его. Опять же, были написаны сказки 200-300 лет назад. То есть, сложный язык. Но его могут интересовать другие книги. Но, к сожалению, эти книги, они написаны сложным языком. И они не всегда совпадают по возрасту. Как вы думаете, что нужно делать в этой ситуации? То есть, когда у ребенка есть интерес к какой-то тематике. И у вас есть книга на эту тему. Но, к сожалению, он сам ее не может прочитать. Сказать, что вырастешь, прочитаешь. Или что-то сделать. Что нужно сделать в такой ситуации? Ну, опять же, жизненный пример. Подходит ко мне тоже как-то сын и говорит. Мама, что такое бить баклуши? Ну, говорю, ну, бить баклуши – это вот такая крылатая фраза. То есть, он говорит, так что такое баклуши? Зачем их бить? То есть, вообще, да, такие вот слова. В принципе, мы их употребляем. Мы уже знаем, что они крылатые. И мы знаем их значение. То есть, задача какая? Объяснить, что некоторые фразы, слова мы употребляем в переносном смысле. И я говорю, ты знаешь, вот баклуши, если честно, я сама даже не знаю, что это. Но у меня есть прекрасная книга. Кстати, похвастаюсь этой книгой. Это такое издание, которое с 60-го года выпуска этой книги. Ну, это уже четвертое поколение пользуется этой книгой. И называется она «Из жизни слов». То есть, по сути, мы тоже используем часто крылатые выражения, но мы не знаем их… Ну, мы понимаем, что это, да, но мы не всегда знаем, откуда это пошло, что эти баклуши обозначают. И меня получилось заинтересовать его этой книгой. Здесь короткие рассказы о том, откуда произошла каждая крылатая фраза. Они пропитаны мифами, легендами, историческими событиями, тем, что личностями историческими, которые, в общем-то, послужили, да, созданию этой фразы. То есть, действительно, книга вот очень интересная. И в процессе вот чтения у ребенка уже формируется интерес. Там мы прочитали про бочку Данаит. Он, а кто такой Данай, да? А почему у него было там 50 этих дочерей? То есть, у него уже появляется мотивация для того, чтобы читать другую информацию, ну, то есть, да, интерес к тем же мифам или легендам. Или вообще это был хит сезона, когда вечером, ну, он пришел со школы, и отец ему говорит, давай, иди делай уроки. Он говорит, я как буридана васел. То есть, представьте себе, 7 лет ребенку, он такой буридана васел. Напишите, кстати, кто знает. Рома машет, что он не знает, что это такое. То есть, вы представляете, насколько у ребенка становится интересная речь, да, и что он хочет запоминать, что самое интересное. И он понимает, что это его выделяет среди других сверстников. Да, если кто не знает, буриданов осел, это был такой буридан француз, и он предположил, философ, о том, что если вот есть осел, и рядом с ним положить две кучи, совершенно одинаковые, совершенно на равном расстоянии, то он не сможет сделать свой выбор, да, то есть, какую кучу из этого, какую кучу съесть. И поэтому он, в общем-то, так и умрет, голодным, не сделав этот выбор. И ребенок интересуется уже такими вещами, и вы понимаете, что вы с ним разговариваете на равных, да, по-взрослому уже. И вы понимаете, что у вас теперь больше тем для разговора, вы понимаете, что вам будет теперь его легче заинтересовать. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с той темой, что ему интересно, ну, пусть это даже сложно написано, всегда читайте ему, объясняйте, разъясняйте, шутите на эту тему, потому что у нас мы очень много шутим, выявляйте, с чем он не согласен. Только так развивается критическое мышление, да, что раньше было так, сейчас так, а как ты думаешь, а почему? То есть, чем больше будет вопросов, тем лучше, ярче будет мыслить ваш ребенок. Ну, про фантазию я вообще молчу. Да, мы фразеологизмы выкористовываем. Так, хорошо, все, вот Татьяна пишет тоже, папа им читает умные книги. Да, потому что дети, они, ну, вы знаете, они настолько, вот сейчас, как бы, допустим, ну, вот что, да, вот я много сайтов перечитала, много рекомендаций. Вот для ребенка самое главное, чтобы книга была яркой, да, и вот чтобы ему хотелось взять ее в руках. Ну, возможно, для кинестетиков это так, но мне кажется, что ребенка все равно нужно ориентировать на содержание. книги, потому что, ну, вы видите, да, то есть, эта книга, она явно не вызывает никакой радости, но, тем не менее, мы ее с удовольствием читаем. Напишите, пожалуйста, был ли этот совет полезен, да, по-взрослому, работать вместе по-взрослому. Ну, и наше время. Я вам уже довольно много рассказала, и может сложиться такое впечатление, боже, это ж сколько надо работать, чтобы действительно, вот, посвятить столько времени ребенку, там, отыскивать книги, которым будет интересно читать, еще что-то обсуждать. А как вы думаете, ну, вот на самом деле, сколько времени нужно для этого, сколько нужно времени для того, чтобы развивать ребенка, для того, чтобы привить ему желание учиться, желание читать, ну, и учиться, естественно, познавать новое. Я не говорю сейчас, там, по срокам, в годах, да, там, пожалуйста, напишите хотя бы в день, да, сколько нужно тратить. Ну, пока вы будете писать, сразу скажу, что у меня нет возможности, как говорит мой папа, заносить хвосты, да, то есть бегать за ребенком, там, постоянно его развлекать. Просто у нас есть определенный ритуал, и это 20, как я их называю, счастливые 20 минут. Обычно это перед сном, когда уже все, уже все убрали, уже все, только я и ты, больше никого нет. То есть это действительно счастливое время, когда мы можем лучше узнать друг друга, пообщаться, почитать и обсудить эти книги, да, которые мы прочитали. Но часто бывает так, что, вот, допустим, вы предлагаете ребенку, давай, давай, я тебе почитаю, а он отказывается. То есть я не хочу, да, или сидит там в планшете, в телефоне, то есть вы ему уже говорите, я тебя даже почитаю, только давай. Вот, ну, и он отказывается, он не хочет, то есть нет у него интересов. Тоже, кстати, недавно прочитала, детский коуч, очень хорошая у нее была статья о том, что, вы знаете, ребенок должен уметь себя занимать сам. То есть постарайтесь не постоянно развлекать ребенка, а чтобы ребенок знал, что если родители заняты, он может самостоятельно себя чем-то занять. Но не обязательно это должны быть там игры, да, это могут быть игры с игрушками, это могут быть раскраски, пусть даже по телефону пообщаются с родственниками или с друзьями. И вот мой сын, он знает, что другого времени у меня не будет. И при этом, когда я прихожу, говорю, все, я готова, он, допустим, смотрит мультик. Я по-человечески всегда отношусь, потому что, ну, допустим, мои родители так не делали, они становились, руки в боки, все, туши телевизор. Вот, то есть это тоже вызывает определенное раздражение. И я всегда вот к таким вещам отношусь уважительно, я говорю, сколько тебе нужно минут, да, чтобы досмотреть. Он говорит, там обычно это до пяти минут занимает, он досматривает свой мультфильм, он поставил точку, да, там гештальт закрылся. И после этого он с удовольствием, с удовольствием внимает тому, что я говорю и мы общаемся. А если, допустим, он не хочет читать, никогда заставлять нельзя, попробуйте вот эти 20 минут, чтобы они действительно стали ритуалом. Начните сначала просто с того, что вы обсудите какой-то фильм или мультфильм, который вы вместе посмотрели. То есть начните с разговора, с беседы. Потому что для ребенка в этом возрасте, младшей школы, очень важно именно, вы знаете, быть интересным для своего родителя. Ну, быть для него умным, быть для него хорошим. И начните с ним разговаривать. Пусть вы поговорите там о том, как он день провел. Пусть вы даже обсудите ту игру, в которую он играл. Но он почувствует, что вы заинтересованы в нем, что вам действительно интересна его личная жизнь, и вы ее уважаете. И вот только после этого, да, если ребенок не хотел до этого читать, после этого вы можете предложить ему, ты знаешь, я вот там читала то-то, то-то, давай попробуем, давай я тебе почитаю, да. То есть не начинайте с нахрапа, на. Давай попробуем, я тебе почитаю и обязательно обсуждайте, да. То есть смотрите по ребенку, какой объем должен быть. То есть иногда бывает, ну, что ребенок находится на том уровне, что нужно прочитать абзац и обсудить его, для того, чтобы удостовериться, насколько он понял, кто там главные герои, что они делают. То есть читайте, начинайте с минимума от малого до великого. И вы не заметите потом, как через некоторое время ваш ребенок просто будет читать рядом с вами, да, вот эти 20 минут, но уже свою литературу. Отлично. Да, ритуалы здоровы, у нас тоже свои традиции перед сном. Супер. Хорошо. Напишите, пожалуйста, насколько для вас была полезна эта информация. Будете ли вы ее применять, если еще не применяете? Я хочу такой небольшой итог сделать в нашей первой части. То есть, что самое главное, не бросать рано ребенка. То есть даже если он хорошо читает, убедитесь в том, что книга понятна для него, что он разбирается во всем, что там написано, и что она для него интересна. Подбирайте всегда книги, которые касаются его ситуаций. Допустим, вот бывают такие ситуации, что там появляется второй ребенок в семье. Ребенок не знает, как реагировать. Он хочет, ему нужен друг в такой же ситуации, с которым он сможет посоветоваться. То есть вы всегда можете на эту тему предложить ему книгу. Обязательно делитесь впечатлениями. То есть его мнение важно. Только так воспитываются лидеры, только так воспитываются люди, чьему мнению прислушиваются. То есть если мы изначально, да, вот как мы к детям относимся, там что-то там рассказывать. Если вы будете ставить важность его мнения, если он будет видеть, что он может вас чему-то научить, что он может донести до вас новую информацию, поверьте, потом вы его не остановите просто. Естественно, читайте вместе, если сложный текст, да, и это необходимо сделать. И должен быть ритуал, который я называю счастливые 20 минут. То есть это то, что по первой части. Итог. А сейчас тех, у кого у детей все в порядке, то есть они читают хорошо, просто нет желания. А в принципе для вас, наверное, следующий блок будет не очень интересным, потому что я хочу затронуть ситуации, когда ребенок читает очень медленно, ему сложно это делать, и при этом у него еще отсутствует желание. А если, как бы, я вас дальше, вы можете послушать просто для своего общего развития. Если вы отключаетесь, напишите, пожалуйста, свой комментарий, что вы будете применять, да, что для вас послужило, может, каким-то инсайтом. И обязательно делитесь, что вы делаете, потому что ваши дети читают уже быстро, да, какие фишки вы применяете. Я думаю, что это будет интересно всем остальным. Ну, а мы переходим к той части, в общем-то, которая, давайте назовем ее просто техника чтения, да, то есть это та плачевная ситуация, когда ребенок экает, бэкает, когда там второй, третий, четвертый, пятый, даже иногда шестой класс, он читает вне норм, то есть ниже норм, он читает медленно, а ему сложно, да, то есть хорошо, что в Украине, ну, я не знаю, хорошо это или плохо, в Украине отменили технику чтения, но я знаю, что ее все равно проверяют. И все равно у ребенка, плохо читающего, всегда есть стресс на эту тему. Все равно он чувствует себя неуспешным, все равно он чувствует то, что он не может изменить эту ситуацию. А бывает такое, что, допустим, даже, ну, родители как-то смогли завлечь, повлиять, но тем не менее, ну, скорость не растет, скорость не растет. Давайте просто подумаем, да, что происходит в момент того, вот как ребенок слабочитающий, который только начинает работать с этим навыком чтения. Это очень сложный навык, да, это то, что нас отличает от всех остальных существ на Земле. То есть это очень сложный навык, и я вам хочу привести, вот пошагово разложить, какие процессы происходят в голове у ребенка, в его мозгу, когда он читает, и читает медленно по слогам еще, грубо говоря. То есть первое, что ему нужно, это узнать буквы, да, какие буквы, потому что бывают ситуации, дети путают буквы, то есть, ну, и такое есть. Потом он узнал буквы, ему нужно произнести уже звуки, соответствующие этим буквам, потом собрать все это в слог, потом этот слог нужно держать в голове, потому что ему нужно сделать такую же махинацию со следующим слогом. И, естественно, вот так вот по частям он собирает слово, которое тоже нужно понять, которое тоже нужно удерживать в памяти, для того, чтобы его соотнести со следующим словом, с которым ему опять придется делать эти махинации. Вам ничего не напоминает это? Мне, допустим, это напоминает обучение вождению, то есть когда тебе нужно держать правила в голове, когда тебе нужно смотреть в зеркала, когда тебе нужно думать про свои ноги, на какую педаль они нажимают, и еще думать про акселератор. То есть это очень сложный процесс, и к нему нужно отнестись с большим пониманием. И на самом деле дети очень быстро устают, дети, которые читают медленно. Я говорю сейчас о детях, которые в младшей школе читают от 20 до 60 слов в минуту. У них проблемы с пониманием текста. То есть я думаю, что если у вас есть такая проблема у вашего ребенка, вы замечали о том, что пока он прочитает одно предложение, он его забывает, потом следующее тяжело вернуться и соотнести все произошедшее в этом рассказе. Так вот, действительно, очень сложный энергозатратный процесс. Поэтому, когда мы говорим слабочитающему ребенку, бери книгу, 30 минут читай. То есть там столько калорий сжигается, то есть вам просто надо потом коробку конфет ему сразу за это вручать, как поощрение, и для того, чтобы он пополнил запасу энергии. Поэтому, когда ребенок читает слабо, читать он должен не больше 5-10 минут, иначе он просто устает, выдыхается, мозг перестает работать. И это уже как насилие над ним происходит. Естественно, отсутствует понимание. Он видит нерезультативность своей работы. У него снижается мотивация, потому что он вроде бы и пахал, он устал, а по итогу он даже не помнит, о чем он прочитал. То есть, и, конечно, замотивировать, заставить такого ребенка читать еще больше, очень сложно. Очень сложно. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Да, вот Ольга пишет, сына уже 18, читать перестал, больше времени с телефоном. По поводу телефонов, потому что все равно, я же говорю, мы сейчас опять к этим гаджетам вернемся. У нас нет проблем с гаджетами. Вроде бы 7 лет и нет проблем. Как это может быть? Потому что гаджеты легко доступны. У нас нет запретов на гаджеты. У нас есть понимание того, что как они влияют на организм, как они перевозбуждают нервную систему. То есть, почему ты не можешь заснуть? Потому что ты больше получаса смотрел мультики. Теперь твоя нервная система бушует. Завтра ты встанешь, тебе будет болеть голова, ты будешь чувствовать себя уставшим, и ты будешь безрадостным. То есть, постоянно идет объяснение, в чем вредность гаджетов. И, опять же, вот он лежит, пожалуйста. И, тем не менее, наблюдая за картиной о том, что, допустим, ты там поработал, ты можешь пойти поиграть в приставку. Ребенок играет в приставку, но он ее выключает, да, там, в течение часа. Он ее выключает, идет и занимается своими делами. Чаще всего он просто ложится и ждет, когда я приду. Да, для того, чтобы, опять же, мы возвращаемся к этим 20 счастливым минутам, для того, чтобы пообщаться. Потому что вот это живое общение, он не найдет больше нигде. Это вот эта нить, которая крепко-накрепко связывает родителя с ребенком. И, поверьте, ни один преподаватель, ни один другой человек не сможет сделать, замотивировать ребенка так, чтобы он захотел читать и чтобы он все-таки оторвался от того, что вредно для него. То есть я ему объясняю, что у тебя, допустим, плохое зрение, если ты переусердствуешь, ты понимаешь, что с возрастом ты его вообще потеряешь, ты не сможешь водить машину. То есть вот такие причинно-следственные связи, но ответственность, я не знаю, это правильно или нет, может, некоторые психологи скажут, что я не права, но я говорю, понимаю, что ты ответственен за это. Я тебя предупредила. То, что ты будет потом, ты знаешь уже последствия. И у ребенка включается собственное мышление и собственная ответственность за свою жизнь. И, ну, то есть в принципе к этой осознанности мы и стремимся всем. Отлично. Угоджуй тыся земной. Ну, и тогда, что же, в общем-то, как нам разорвать этот порочный круг, когда ребенок плохо читает, когда он не может повысить свою технику чтения и когда он расстраивает. Естественно, читать быстрее. Быстрее. Ну, как бы, да, сказал это хорошо, но, в общем-то, что для этого нужно сделать. То есть задача проработать моменты, которые связаны с тем, чтобы ребенок быстро узнавал символы, да, чтобы он быстро понимал, что это за символы и переводил их в конкретные образы, в слова. То есть у ребенка должен быть развит хороший угол зрения, потому что, когда даже взрослый читает по слову, я не говорю сейчас про слоги, да, даже когда мы читаем по слову, мы не можем увидеть все картины целиком. То есть задача научить его читать сразу несколькими словами, законченными мыслями. Тогда у него будет понимание, тогда он будет получать удовольствие от того, что делает. Поэтому нужно работать с углом зрения, нужно работать с артикуляцией, потому что дети в младшей школе читают вслух. И, ну, то есть они не всегда правильно произносят звуки, они не всегда рот правильно открывают. То есть получается, они бубнят там что-то про себя. Когда дети читают вслух, ведь они воспринимают информацию не только через глаза, они же себя еще и слушают. То есть слуховой канал получает неадекватную информацию, что тоже, в общем-то, вредит улучшению понимания. Естественно, очень важно, чтобы у ребенка хватало дыхания прочитать не полслова, не целое слово, а тоже несколько слов, а лучше всего предложение, чтобы там увидеть интонацию и эмоциональный окрас. И вот тогда запускается весь этот процесс. В общем, что нужно делать в такой ситуации? Как вы думаете? Давайте даже по-другому, да? В общем, кто должен ребенка этому всему научить? Угол зрения, Галина, развивать можно вообще без проблем. Наоборот, это специфическая зарядка. Просто, что там могут быть немножко другие показатели, если, допустим, вот по поводу угла зрения. Пока я рассказываю про угол зрения, напишите, пожалуйста, кто должен развивать навыки правильного, грамотного, красивого чтения у ребенка. Напишите, пожалуйста. Значит, единственное, что вот если брать таблицы Шульта, да, которые, они прекрасно развивают угол зрения, они хорошо влияют на концентрацию, на переключение внимания, они развивают память ребенка, там всегда делаются еще замеры, да, то есть за сколько ребенок сумел пройти таблицу. Просто у этого ребенка может быть немножечко меньше, ну, то есть больше результат временной. Но работать можно совершенно спокойно. Мама, супер. Да, хотела только сказать, что если кто-то там пишет, что школа, да, то сразу делайте приписку, сколько человек в классе у вашего ребенка. Потому что я часто встречаюсь с тем, что, ну да, родители заняты. Ну, да, хочется на кого-то спихнуть эту ответственность. Я вам больше скажу, у нас прекраснейший преподаватель, человек, который постоянно учится, постоянно узнает что-то новое. Но проблема в чем? 35 человек в классе. Один там бэкает-мэкает. У второго проблемы с пониманием, да, то есть у кого-то проблемы, он не может, он заикается, не может воздуха никак набрать. Там остальная часть просто трясется, когда их просят прочитать что-то. То есть вы понимаете, что проблемы у каждого ребенка, они разные. И уделить внимание каждому, когда горит программа государственная, да, которую тоже нужно выполнить. Учитель просто не в состоянии. По итогу, что мы получаем, да, то есть мы получаем, что, ну, ребят, извините, как бы у вашего ребенка проблемы с техникой чтения. Пожалуйста, читайте каждый день по 30 минут. То есть, ну да, я понимаю, потому что другого выхода нет. У преподавателя просто нет возможности уделить достаточно времени для проработки того же дыхания, для проработки артикуляции. То есть, естественно, у них есть уроки по литературному чтению, они там вслух читают, они делают различные упражнения. А, кстати, мне кто-то в комментариях тоже писали, что все преподаватели знают, ну, безусловно, знают, но у них нет возможности это сделать. Поэтому, хорошо, вот Ольга написала, но она написала про себя, да, потому что она преподаватель, и преподаватель, который просто умеет уже, да, то есть выделяет важные какие-то моменты, на которые стоит обратить внимание. Но не все преподаватели, к сожалению, физически могут это сделать. Поэтому, естественно, если вы хотите получить по итогу мыслящего ребенка и мыслящего глобально, да, то есть качественно, то вам необходимо будет уделить этому какое-то время. После того, как родителю сказали, что идите домой, да, вы приходите и говорите, так, учительница сказала, надо. И что вы получаете в ответ? О том, что ребенок говорит вам, мне неприятно, да, мне неинтересно, мне сложно. Мы с вами уже говорили о том, что действительно сложно, потому что это целый каскад тех элементов, которые необходимо выполнить для того, чтобы понять. То есть здесь вопрос только в навыке лежит. Ну и по сути чтение, само чтение, это уже как готовый продукт, да, то есть это уже то, что вот в системе есть, это работает, это машина, да, она, когда она хорошо запущена, работают все элементы, она будет ехать. Но, когда у ребенка проблема, это говорит о том, что у него не работают какие-то элементы, и на них стоит обратить внимание, нужно поработать с ними. То есть, понимаете, когда ребенок читает, он не должен думать о том, как он дышит, он не должен думать о том, как он произносит, правильно или неправильно эти слова, как он ставит ударение, то есть он должен думать только о том, о чем он читает, и тогда вы вырастите успешного, успешного читателя. То есть, что делать в таком случае? Естественно, нужно тренировать его, но не тренировать, вот в принципе, да, что плохого в совете, читайте 30 минут каждый день, но это целая машина, и она не едет, потому что не проработан какой-то элемент. То есть, по сути, нужно просто разбить на отдельные элементы, навык чтения, и проработать по отдельности с каждым. Причем проработать, это не значит, что сегодня мы поработали и все забыли. Это нужно сделать системно, уделить хотя бы месяц-полтора тому, что вы занимаетесь с ребенком, что вы изучаете методики, которые есть, вы прорабатываете с ним дыхательные техники, гимнастику для мозга, которая позволит облегчить, сделать более эффективным саму тренировку. То есть, продумать все до мелочей, чтобы просто зайти на месяц-два и качественно сделать эту работу. Естественно, я понимаю, что не у всех есть такая возможность, и опять же, когда материалы, когда сами материалы, они, ну, то есть, вы там сегодня это посмотрели, завтра то посмотрели, вы работаете, вам очень сложно это все вот структурировать, систематизировать, выложить еще это в уровне, чтобы это был определенный уровень сложности, и то ребенок может отказаться. Он может сказать, ну, как бы, я не хочу, да, поэтому, как бы, я читаю, читаю, то есть, я не вижу результат. Поэтому лучше всего, вот такие сложные вещи, его, ему преподавать через игру, то есть, через то, что ему будет сделать просто, через то, где он увидит свой результат. То есть, если брать те же таблицы Шульта, да, их можно давать каждый день, но при этом обязательно нужно делать замеры, и чтобы у ребенка появлялся соревновательный, вот такой эффект соревнования, но не с кем-то другим, а с самим собой, что может сравнить, вот смотри, я вчера, там, эту таблицу за минуту прошел, а сегодня я ее прошел уже за 45 секунд. И вот он видит, это его мотивирует, это как крючок его тянет дальше, работать, улучшать свои качества. То есть, естественно, должна быть еще какая-то система мотивации, дополнительно проработанная, но не за результаты, а за его старания, за то, что он каждый день работает над собой, и только за это необходимо мотивировать. Вы знаете, да, что были такие исследования, которые говорили о том, что если ребенка хвалить за результат, он просто, ну все, я как бы свое удовольствие получил, он отказывается, у него нет мотивации продвигаться дальше. А вот когда ребенка хвалят за его старания, то, естественно, он будет двигаться и улучшать свои результаты. Да, если у ребенка дислексия, можно ли обучить ему быстрому чтению? Да, можно. Но опять же, быстрое чтение, то есть, это чтение, которое соответствует нормам техники чтения. Мы не говорим сейчас о скорочтении, которым занимаются взрослые. Да, это когда мы уже переходим уровень от 250 слов в минуту и выше, выше, выше. То есть, здесь хотя бы, чтобы ребенок соответствовал нормам чтения. Обучить его можно. Для этого необходимы специальные задания, которые ему нужно просто выполнять систематически. То есть, это могут быть зарядки. Кстати, если хотите посмотреть, сейчас Рома сбросит ссылочку вам, вот просто пример урока, то, чем я занимаюсь на занятиях, то есть, как построен урок и какие элементы, с чего он собран. Потому что там не просто мы делаем одно упражнение, мы делаем 8 упражнений. Но все упражнения, они нацелены на совершенно разные точки приложения. То есть, короткие, маленькие занятия по одной тематике, они не утомляют ребенка. И постоянная смена деятельности позволяет ему выполнить всю программу. Сейчас Рома сбросит вам ссылку, вы сможете посмотреть пример урока и скачать, в принципе, саму рабочую тетрадь, да, к этому уроку, чтобы позаниматься с ребенком и посмотреть, насколько, как он воспримет этот материал. Так же, как он книжку сейчас воспринимает, или у него появится интерес поработать с этим материалом. То есть, я вам рекомендую, и буду за обратную связь очень признательна. А так вот, по поводу дислексии. То есть, мы идем от малого к великому, прорабатываем сначала слоги. Потом, уже когда ребенок четко и хватает, то есть, можно уже идти дальше. Есть хорошие, очень кинезиологические упражнения, которые тоже включены в курс мой. То есть, по поводу того, когда ребенок путает буквы, то есть, я назвала это вредные буквы, и идет проработка конкретных букв. То есть, там идет определенное упражнение, и со временем, то есть, у ребенка начинает вырабатываться вот эта орфографическая зоркость, он начинает видеть, он начинает чувствовать тексты. Я думаю, что это немаловажно. Хорошо. Спасибо, Ира, за вопрос. Ну, и такой небольшой кейс вам приведу. Главная такая ученица, Маша, очень красивая девочка, очень талантливая, но мама обратилась с проблемой о том, что вот второй класс, 8 лет, но очень медленно читает. И помимо того, что она медленно читала, она была очень замкнутой, постоянно стеснялась. И, естественно, на занятиях у нее были оценки не очень, потому что, когда ее вызывали, ну, вы понимаете, нет словарного запаса, нет скорости чтения, нет обогащения своего мышления, гибкости мышления, и ребенка, естественно, были затруднены ответы по предметам, ей было тяжело пересказать, тяжело что-то рассказать. И вот начальная скорость ее чтения составила 33 слова в минуту, и чтение было так вот, то слог, то слово, то есть, такое, ни туда, ни сюда. Опять же, была проблема в том, что повторялись из-за дыхания, потому что она хватала воздух, она нервничала, и из-за этого постоянно у нее были повторы слогов, были перестановки букв, ударение, ну, понятно, что когда ты не можешь слово полностью прочитать, ударение упало куда угодно, от этого потерялся, ну, то есть, что это, да, что это за слово. Орфографическое чтение, что такое орфографическое? Орфографическое чтение, если кто не знает, это как вижу, так и читаю, да, орфографическое, вот так. и механическое чтение, ну, это такие больше педагогические термины, а механическое чтение, это когда ребенок просто прочитал, но при этом он совершенно не понял, о чем он читает. То есть, была задача читать, и вот он читает, а что там с пониманием, то есть, очень-очень все плохо. и после части наших занятий, уже после десятого занятия, у Маши выросла скорость чтения, до 51 слова в минуту, она начала читать уже слог, плюс словосочетание, то есть, всего лишь 10 занятий, да, и понятно, что начинают выравниваться и другие уже факторы, то есть, уже, ты понимаешь, если ты видишь слово целиком, то ты уже ударение можешь правильно на него поставить. Ребенок начал читать с интонацией, ребенок начал ощущать те эмоции, которые должен передать ей текст, и появилась осмысленность чтения, то есть, когда после текста задаются вопросы, она уже отвечала на все вопросы, то есть, она включилась в процесс. Ну, и мама ее написала, что она, конечно, очень рада, что так произошло, что так случилось, что Маша была очень стеснительной, что теперь она себя уверенно чувствует, а то, что она по большей части молчала, сейчас она уже, стала такой разговорчивой, разговорчивой девушкой, то есть, еще попробуй теперь, помолчи, вернее, попробуй ее не послушать. То есть, это настолько окрыляет ребенка, это развязывает его руки, это позволяет ему чувствовать себя совершенно другим человеком. Ну, естественно, у нее по тем предметам, где чтение было необходимо, больше всего, я не говорю уже там математика, хотя чтение математика, какая там связь. Скорость чтения задачи, восприятие этой задачи, они решают все. Но по предметам, там тоже природоведения, литературное чтение, у нее начали улучшаться оценки. Да, и вот игры, которые мы с ней проходили, они ее, конечно, очень мотивировали к новой встрече. Поэтому, если вы хотите, да, к концу года получить ребенка, такого уверенного читателя, то у меня, естественно, будет для вас предложение. Но прежде, чем я вам его преподнесу, скажу, что, конечно же, вы можете сделать все сами. Ну, действительно, можете. То есть, тут вопрос, уделите этому внимание. Как вы знаете, чему мы уделяем внимание, то и будет наша жизнь. Вы можете самостоятельно поискать материалы, поискать, возможно, даже преподавателя, который сможет вам донести эти техники, который поработает с ребенком. Я вам сразу скажу, по материалам меня ушло на это 4 года. То есть, это огромнейшая база, которая была собрана из разных источников, в том числе, даже англоязычных. Но задача была одна, найти вот самые, на мой взгляд, эффективные техники, которые будут настолько простыми, чтобы ребенку было интересно. Но они будут настолько эффективными, что он будет, мало того, что выполнять их с удовольствием, он будет еще видеть свой результат и будет стремиться улучшать свои качества. Ну, и самое вот такое, что, не знаю, вы успели прочитать или нет, то, что вот после моих занятий отмечают родители, что даже если скорость выросла, ну да, незначительно, там 33 слова, 51 слово, но для ребенка это такой уже большой прорыв. А для мамы это когда ребенок тянется сам к книге, когда он почувствовал вот эту уверенность, что это не страшный зверь, что не съест его эта книга, что с ней можно работать, что с книгой можно играть, потому что у меня есть игры с книгами в том числе. То есть, ребенок самостоятельно берет книгу и уже не нужно вот этих долгих пытаний и уговоров. Ну, напишите мне, пожалуйста, вот по поводу этой части, нашей второй, по детям, которые читают слабо, от 20 до 60 слов в минуту, что нового вы узнали и, ну, в общем-то, что было полезным. И я перехожу, в общем-то, уже к части, к своему предложению. Уже с 29 марта, то есть, со следующей пятницы у меня начинается курс, который называется «Скорочтение для детей». В принципе, кто со мной работал, кто проходил у меня другие курсы, спасибо вам большое за доверие, потому что мне уже писали, когда же ты когда. Но, опять же, вы меня знаете, я буду делать только качественно, поэтому, да, ушло большое количество времени для того, чтобы красиво смонтировать, для того, чтобы ребенку было интересно смотреть этот курс, для того, чтобы все было гармонично и для того, чтобы ваши занятия протекали с максимальной эффективностью. Так вот, уже со следующей пятницы я набираю группу по детскому скорочтению. Рассчитана она на детей, младших школьников от 6 до 12 лет, которые, еще раз говорю, у которых есть проблема со скоростью чтения. То есть, это 20-60 слов в минуту. Если ваш ребенок читает больше, ему будет, я вам сразу скажу, курс реально интересный. Ему будет интересно, ну, просто вы должны соотнести, в общем-то, стоимость курса и полезность для вашего ребенка. Если он укладывается в нормы по программе, да, по технике чтения, ну, смотрите сами. И, в общем-то, что я обещаю, да, по этому курсу, что у ребенка увеличится скорость чтения, что у него, он будет, он будет читать плавно, он начнет читать выразительно, у него улучшится понимание, и, естественно, то, что я вам обещаю, то, что у ребенка проснется желание читать, и у него не будет страха перед чтением. по поводу самой программы, я как человек, который постоянно занят, ну, естественно, у меня есть сын, которому я хочу посвящать, ну, как можно больше времени, которого я хочу постоянно чему-то обучать, да, и я подумала над тем, что многие родители, они тоже хотят, но не всегда на это есть возможность, да, поэтому этот курс сделан так, с учетом вашей занятости, то есть то, что вы не всегда можете уделить время, там, час, два, три, кого-то везти, куда-то ехать, то есть он сделан так, чтобы вы могли заниматься дома в спокойной обстановке, тогда, когда вам удобно, когда у ребенка есть настроение, когда у вас есть настроение, и курс, сами видео, да, для детей, они идут в записи, то есть они будут находиться в закрытой группе в фейсбук, они будут в записи, задача простая, то есть просто ребенку включить, зайти в фейсбук, включить соответственный, соответствующийся, ответственный урок, и дать ему распечатку, да, то есть это специальные материалы к этому уроку, на которых он будет работать, от вас, что, посидите просто рядом, послушайте, порадуйтесь за него, как он выполняет эти задания, потому что все задания, я буду объяснять в видео, то есть там будут кинезиологические упражнения, зарядка для мозга, ее очень важно сделать правильно, потому что иногда бывает, что мы прочитаем, но мы все равно делаем неправильно, поэтому полностью зарядку я показываю, объясняю, мы делаем ее вместе, я полностью показываю, как нам научиться правильно дышать, то есть это то, что мы делаем вместе, остальное ребенок просто посмотрел, какое задание, нажал на паузу, выполнил, потом опять включил, посмотрел, нажал на паузу, выполнил, рассчитан урок 1 на 20-30 минут, в зависимости от того, в каком возрасте ваш ребенок, и насколько быстро он будет успевать, то есть могут быть случаи такие, что допустим мы не совпали чуть-чуть по уровню сложности, то допускается, если ребенок сделает чуть меньше, самое главное, чтобы он не переутомился, то есть короткое задание, положительная эмоция от проведенного задания, я там улыбающаяся сижу, так что я думаю, смогу замотивировать детей, и просто проработать то, что написано в рабочей тетради, естественно будет потом и домашнее задание, потому что, как я вам уже сказала, что нужна, вот самая большая ценность, это общение с ребенком перед сном, то есть даже после уроков, будут домашние задания, там где вам нужно будет поиграть с текстами, они короткие, 5-10 минут, но тем не менее, в самом курсе есть мотивационная программа, то есть программа, которая будет ребенка стимулировать, сделать все задания, стимулировать, не пропускать задания, а больше о ней я расскажу уже участникам курса, чтобы не занимать сейчас время, но, то есть естественно, эту программу проходил уже не один человек, но вот стимуляцию я добавила уже на своем сыне, просто, сразу скажу, что он проверяет у меня все задания, то есть, да, он говорит, что вот это мне нравится, вот это отлично, и он сидит, и я хочу еще, 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 ну, вот именно по программе стимуляции, да, то, что касается, и уроки проходят в форме игры, то есть они не, они не будут напрягать ребенка, он не будет понимать, что он вот сидит, сейчас читает и занимается своей рутинной работой, ну, и что вообще с самой программы, да, что это полный комплекс заданий, там будет больше 160 техник, игр, упражнений, которые рассчитаны на 7 недель, заниматься необходимо хотя бы 3 раза в неделю, то есть я рассчитала такую, что дети сейчас посещают очень много кружков, но если вы 3 раза в неделю позанимаетесь по 20 минут, за 7 недель вы получите тот результат, о котором вы, возможно, даже не подозреваете. Каждый, каждый урок содержит в себе элементы, которые развивают, да, развивают скорость, очень много упражнений на концентрацию внимания, потому что это бич сегодняшней детей, да, недостаток внимания, на концентрацию очень много упражнений, то, что развивает понимание, то, что развивает догадку, потому что тоже писали мне девочки в комментариях, есть дети, которые, они догадываются, но придумывают, придумывают то чего не существует и задача какая научить ребенка догадываться а не придумывать по смыслу того что он читает ну естественно все что касается расширения угла зрения все что касается дикции все что касается мозга будет в этом курсе более подробно вы сможете прочитать в ссылке которая будет в общем-то в шапке этого видео или рома вам сбросить сейчас комментариях ольга суворова на украинском на украинском языке а значит пока что все материалы сделаны на русском языке но обязательно я их будут переводить на украинский но это будет чуть позже позже будет я понимаю что ценность самих методик да они не имеют значения на каком они языке но чтобы вам было удобно работать с материалами естественно их нужно перевести а значит ну по результатам до что мы догоним эту технику чтения ребенок сможет чувствовать себя уверенно он не будет теперь бояться того что ему нужно что-то прочитать не будет тушеваться когда просят прочитать в классе что-то но естественно не будет бояться и задыхаться нервничать когда и бэкать и мэкать когда нужно будет проходить контроль по технике чтения значит по поводу меня вы уже знаете как как в общем пройти этот курс то нужно сделать вам необходимо будет заполнить эту форму заявки и оплатить участие и присоединиться вот к этой группе где будут все задания помимо того что там будут задания для родителей я буду проводить еще четыре вебинара с разъяснениями 21 урок я прошу прощения 21 урок для детей да то что делают только дети вы можете включаться можете просто сидеть рядом и еще будет четыре вебинара для родителей потому что некоторые упражнения пойдут не пойдут то есть мы должны держаться в связке вообще самое идеальное для ребенка это когда меня учитель да то есть школа учитель родитель работают вместе то есть для того чтобы всегда могли спросить у меня совет для того что обсудить как то выполняет задание кому что не хватает возможно каким-то детям понадобится дополнительные материалы для того чтобы прокачать какую-то определенную особенность осуетом я же путающиеся буквы то есть просто моя рекомендация будет то что нужно будет поделать вот эти вот эти упражнения и как а по поводу будет два пакета участия как я уже сказала 21 видео 4 онлайн встречи где мы сможем с вами обсуждать все ваши вопросы в процессе естественно под каждым видео когда ребенок смотрит что-то непонятно вы всегда оставляете мне комментарии я вам отвечаю тут же потом еще можем рассмотреть это при встрече рабочая тетрадь каждому занятию то есть то что ребенок с чем ребенок будет работать да то что можно потрогать будет дневник успеха для ребенка то есть он устроен особенным образом вот это та мотивация которая вам говорила то есть там придется подсчитывать там придется держать себя там придется планировать немного даже так вот это то что в общем то уже задатки взрослого человека которые позволят ему становиться более успешным естественно диплом участника проверка домашнего задания и для пакета родителей доступ к этому курсу будет 4 месяца а почему ограничиваю потому что я знаю что мы очень любим все растягивать и поверьте мне если вот этот курс вы растянете просто уже по таблице умножения знаю вот я сказала за каждый день работать то каждый день вот вах и результат да а когда вы понимаете что можно отложить этот процесс можно поработать потом можно посмотреть можно не посмотреть а к сожалению вы теряете эту мощность до которую вы уже набрали и вам приходится как откат назад приходится заново заново все делать поэтому доступ будет ограниченный на четыре месяца но это запасом мы работаем 7 недель почти два месяца и потом у вас будет еще два месяца для того чтобы доработать если по какой-то причине вы не смогли это сделать и я знаю что есть преподаватели которые с которыми мы уже давно работаем возможно новые коллеги меня смотрят и для вас будет интересен этот курс то у вас будет неограниченный доступ к материалам и вы получите сертификат преподавателя и дополнительно методическое пособие по этому курсу а по ценам 2 200 гривнах это пакет родители и 4880 это пакет преподаватель потому что ну мы будем с вами долго работать и мне придется дополнительно еще материалы мне придется вам еще помогать а но что хочу предложить до 25 числа у вас есть возможность купить курс со скидкой то есть если вы допустим со мной вообще никогда не работали раньше вы впервые вы впервые со мной то вы можете получить этот курс со скидкой если оплатите его до 25 марта 23 00 до понедельника до вечера здесь есть промо-коды которые необходимо вводить на сайте потому что там будет цена полная стоять и то есть до 25 пожалуйста вы можете купить этот курс значительно дешевле для постоянных клиентов дорогие мои я вас никогда не забываю вы кладезь всегда новой полезной информации вы меня всегда стимулируете создавать что-то лучше для вас будет скидка она не ограничена по времени то есть в любом случае для вас будет цена две тысячи и 3 800 если вы хотите брать пакет преподаватель а вам просто нужно связаться со мной чтобы я вам дала ваш промо-код если вы решите платить там чуть попозже после 25 числа и как вы можете оплатить этот курс если вы житель украины пожалуйста вот реквизиты и ватбанка обязательно указывайте свои фамилии имя отчество то чтобы я знала кто и проходите в группу если же вы живете не на украине то тогда вам необходимо совершить оплату через сайт там будет этот курс и две кнопочки тоже вы нажимаете оплатить и если вы берете со скидкой то нужно будет ввести промо-код а вы сможете провести оплату дешевле так хочу смотрю а значит ася ну получается что да через четыре месяца я закрываю доступ группе но с вами мы поговорим потому что я знаю что у вас очень много детей я понимаю на что вы намекаете я понимаю на что вы намекаете в общем естественно для постоянных клиентов я всегда пойду на встречу в общем разберемся в разберемся а напишите мне пожалуйста что было сегодня полезным что нового какие у вас какие-то инсайты возникли может советы я всегда открыта для общения и жду в общем всегда обратной связи здесь опять же в этой форме вы можете скачать материалы к вот к первому уроку и посмотреть как вообще что будет происходить допустим если вы уже готовы взять курс но вы не уверены вообще ребенку будет ли это интересно а дети ребенка включаете видео и дайте возможность пообщаться со мной если у меня воспримет хорошо тогда я вас жду в группе и до здесь заниматься лучше в разное время нет светлана вы можете заниматься зачем в разное можно одновременно заниматься не проблема вообще да еще спрашивали сколько детей можно а я вам сразу скажу что я всегда работала индивидуально я не брала никогда группы по детскому скорочтению по одной простой причине потому что эти разные есть ребенок который у них проблемы разные есть более успешные есть менее успешны поэтому ну надо смотреть а вот как светлана скажут двое деток 7 и 9 лет в принципе если вы настроите это семья да это родные люди априори один знает в чем его сила 2 знает в чем его если они нормально относятся конкуренции то в принципе у вас даже может получиться отличная игра то есть дети будут сами друг другу помогать некоторых случаях может быть даже старший ну то есть вы включили отошли они сами работают он поможет ему то есть он объяснит что да и сделать это быстрее потому что я старше но я готов тебе помочь я засекаю время там что там будут такие на замеры будут упражнения я засекаю время давай посмотрим а если дети вот в этой связке нормально будет гармонично работать то конечно проводите вместе не вопрос так ирина пробный урок до рома скинул и будет еще под этим видео спасибо большое что вы сегодня были со мной я жду от вас обратной связи и в общем то до встречи на курсе потому что я уже знаю уже кто точно придет